Меня зовут Рик Реннер. Пора заправиться. Сегодня мы с вами читаем книгу «Драгоценные истины» из греческого языка. Замечательная книга. Если у вас её пока ещё нет, приобретите. Себе, друзьям и знакомым. Это можно сделать на нашем сайте. Благодаря этой книге ваша жизнь преобразится. Из книги вы узнаете значение и смысл многих библейских слов и отрывков. Сегодня 16 января, и мы открываем в книге эту главу. Название главы «Вы не забыли о себе?» Хороший вопрос. Вы в последнее время о себе думали? Павел написал Тимофею такие слова «Вникай в себя». Это первое послание к Тимофею, 4 глава, 16 стих. На момент написания этих слов Тимофей нёс служение в Ефесской церкви. В то время Ефесская церковь была крупнейшей в мире. Старшим пастором церкви был Тимофей. Попечение обо всех прихожанах, проповеди, частые похороны по причине преследований против церкви, наставления служителей, душепопечение, семейные душепопечения. Словом, всё, что входило в понятие пастырского служения. Труд, работа, служение, страда. Он не был женатым, то есть ему некому было спешить вечером, а значит, он мог трудиться и ночью. Мужчина молодой. И апостол Павел написал ему «Вникай ты в себя». Потрясающий совет. Конечно, некоторые не заботятся ни о ком другом, кроме себя. Если вы не слушаете никому, кроме одного себя, это грех. Однако, если вы, как Тимофей, и у вас нет времени следить за собой, так как вы служите всем другим, это тоже грех. Что касается меня, откровенно признаюсь, я склоняюсь скорее ко второму случаю, нежели первому. Обычно я забочусь обо всех на свете, но только не о себе. За первые 15 лет нашей совместной жизни мы с супругой ни разу не были в отпуске. За 15 лет. Мы трудились и трудились днём и ночью, не покладая рук. Развивали служение, вели финансовый учёт, заботились о разных людях, ездили по церквям, то одним, то другим, потому что было постоянно надо, 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 надо. И что, в конце концов? Тебе нужно остановиться и позаботиться о себе. Смешно, но после стольких лет, я наконец-то понял, что можно взять один выходной. В Библии же написано «Вникай в себя». «Вникай в себя». На греческом звучит как «эпэхо». Приставка «эп» значит «на». Корень «эхо» — «держать». В одном слове получается значение «ухватиться за что-то». Схватиться за что-то. Объять что-либо. А буквально может означать «возьмите себя в руки». Полезный совет. Возьмитесь за себя. Позаботьтесь о себе. Один из переводов гласит «сосредоточьтесь на себе». Конечно, мне не совсем удобно выражать мысли такими словами, но это буквальное выражение. Причина моих колебаний в том, что огромное количество эгоистичных людей сосредотачиваются только на себе. Я обращаюсь не к ним. Обращаюсь к тем, кто не деляет никакого внимания себе по причине постоянного служения другим. Это замечательно. Иисус посвятил нам свою жизнь, и мы посвящаем свою. Но если мы посвящаем себя другим продолжительное время, то не следует забывать и о себе. Да. Вот вам библейское разрешение на выходной. Вот вам библейское объяснение. Повеление уделять немного времени и себе. Павел наставляет Тимофея, молодого служителя, настоящего труженика, вникай в себя, позаботься о себе. Мой вам совет. Отдыхайте несколько часов в день. Вам можно отдохнуть и посидеть в присутствии Господа или отключить мобильный телефон. Это нормально. Настала пора. Позаботиться и о себе. Позаботиться и о себе. Масс tudo. Нового шпода. Масс。 Масс все. Позрачина.